Здравствуйте, дорогие друзья! Это Mercedes GT 63 AMG, самый мощный представитель немецкой конюшни на сегодняшний день. Его битурбовая V-образная восьмерка объемом 4 литра способна порадовать табуном в 639 сил, а крутящего момента в 900 ньютонометров достаточно, чтобы автомобиль расправлялся с первой сотней за 3,2 секунды. А вот максимальную скорость в AMG ограничили на отметке в 315 км в час. Запомните эти цифры, позже они вам пригодятся. И да, запомните еще одну важную вещь. GT 63 это вам не какой-то там фастбэк, это самое настоящее четырехдверное купе. По крайней мере, так нас убеждают в Mercedes. Что же это получается? Что GT 63 это не только самый мощный, но и самый быстрый серийный AMG на сегодняшний день. А можно еще быстрее? Конечно можно! За ваши деньги любой каприз! Немецкое ателье Poseidon готово выполнить любой каприз за ваши деньги. Дайте им только для этого повод. Эти парни уже неоднократно появлялись в наших выпусках и зарекомендовали себя как уважаемая контора, знающая свое дело. Напомню, что в ателье специализируются на доводке автомобилей марки Mercedes-Benz. И у них это неплохо получается. Совсем недавно в компании представили пакет доработок для купе AMG GT, с которым двухдверка превращается в настоящего демона. Но задний привод далеко не лучшее решение для реализации большой мощности. А 7-ступенчатый робот DST плохо переваривает огромный крутящий момент. Так что GT63 стал глотком свежего воздуха для тюнеров, ведь у этой модели идентичный мотор, а значит не придется с нуля все настраивать. И к тому же, в отличие от своего двухдверного собрата, герой обзора может похвастаться полным приводом, что хорошо для зацепа, и 9-ступенчатым автоматом, который способен выдерживать огромный момент. Парни предлагают на выбор три пакета доработок. Первый мы опустим, так как он мало чем интересен. А вот второй с приставкой RS830 повышает отдачу вашего мотора до внушительных 830 сил и 1000 станет на метров крутящего момента. Чего достаточно, чтобы прокачанный GT63 набирал первую сотню за 2,9 секунды. А вот максимальная скорость составила 359 км в час. На минуточку, это уровень Ferrari 812 Superfast, а ведь это суперкар. Хотя нет, у итальянского купе значительно меньше максимальная скорость. Но если по каким-то причинам вам этого мало, тогда в компании готовы предложить еще более хардкорный вариант кастомизации вашего любимца. Речь идет о версии RS830+, где этот самый плюс говорит о том, что отдача вашего мотора возрастет до внушительных 880 сил, а момент составит 1200 ньютонометров. Увы, но разгон до первой сотни парни не указывают. Так что придется гадать, за сколько такой агрегат способен справиться с этой дисциплиной. А вот с максимальной скоростью все намного интереснее. Если скачать на сайте ателье соответствующий файл, где указаны параметры автомобиля после вмешательства тюнеров, то в графе максимальная скорость скромно указано значение нет предела. Нет, на самом деле предел есть, правда он искусственный и установлен на отметке 367 км в час. Но видимо таким образом парни хотели показать, что у автомобиля есть еще потенциал. Правда за такой потенциал вам придется отдать 24 тысячи евро, что вроде бы как немало, с учетом того, что нужно еще и за GT63 отдать кругленькую сумму. Тем не менее, за такие деньги вы получаете самое быстрое четырехдверное купе на планете. А это уже многого стоит. Что ж друзья, наш ролик подходит к концу. Если вам нравится то, что мы делаем, тогда подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик. А также присоединяйтесь к нам в инстаграм, в котором вы найдете календарь премьер. Ссылку я оставлю под этим видео. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok